Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис и вместе со мной. За повседневной жизнью Перме и Пермяков наблюдает оператор Антон Лифанов. По Перминским дворам улицам колесим мы сегодня на динамичном и комфортабельном автомобиле Лифан Салана, любезно предоставленном компанией Демидыч на улице Ким, 75. А свою трудовую вахту мы сегодня начинаем рядышком со школы номер 118 в микрорайоне Запрут. Съемочная бригада дежурного была здесь 2 мая и был здесь огромнейший мусорный полигон. Свалка просто чудовищная, давно такой не видели. Сегодня все чистенько, убрали, что называется, подметелку. Но в пылу, так сказать, рвения убрали вместе с мусорными контейнерами. От всей души благодарим коммунальные службы за оперативную реакцию, но у нас, как и у жителей микрорайона Запрут, теперь возникает закономерный вопрос. А мусор куда? Ну что уж издеваться над человечеством, увозить вначале там мусорку, где стоянка. Нету мусорки, убрали, людям сейчас неудобно. Теперь здесь и убрали мусорку. Вопрос спрашивают, сейчас куда все будут выкидывать-то. На тротуар. Вот. Так что здесь полный патрак. В 20-е-30-е годы чикагские мафиози наказывали провинившихся так. Ставили виноватого в тазик, заливали ноги цементом и сбрасывали с моста. На одной из автостоянок молодежного поступили гораздо гуманнее. Красную шапочку топить не стали, просто замуровали по колено в цемент. Нет, если серьезно, что осталось от старой скульптуры, то и поставили. И въезд на стоянку стал гораздо позитивнее. Но все равно улыбку вызывает. С наступлением в Перми теплых погод во дворах города начинают появляться украшенные палисадники. Характерная особенность этого на Веденеевой 15 в том, что автор всей этой композиции – мужчина. И не просто мужчина, настоящий полковник. Правда, в отставке, но менее настоящим он ведь от этого не стал, правда. На ту детскую площадку дежурный по городу приезжал недели две тому назад, а то и три. Напомним, вся площадка представляла собой здоровенную мусорную свалку. Мы обещали вернуться и посмотреть, как изменилась ситуация. Смотрим. Собственно говоря, из самих контейнеров, из которых мусор раздувало по всей площадке, его убрали. Но обширная территория между домами по улицам Бушмакина, Можайской и Черняховского по-прежнему покрыта мусором. И здешняя ребятня, собственно говоря, среди вот этого самого мусора и гуляет к жуткому неудовольствию родителей. Но ребятня все равно гуляет, потому что больше негде. А теперь мы просим убрать детишек от экранов и показываем самые готичные приколы этой площадки. Неизвестно, кто и неизвестно, чей череп водрузил посреди детской площадки. Но этакий апокалиптический ужас всему происходящему он добавляет однозначно. После праздников дежурный по городу, как всегда, подведет очередные итоги конкурса на лучшую новость недели. Ну а сейчас Игорь Гиндис и Антон Лифанов завершают свою очередную трудовую вахту. Отличных вам, позитивных и наполненных выходных. И, конечно же, с праздником Великой Победы. Кстати, даже в выходные будет работать наша информационно-справочная служба дежурной по городу. Звоните 2-630-300. Сайт телекомпании «Рефей» в интернете тоже отдыха знать не будет. Пишите www.refei.ru На сегодня же все. Свидимся, спасибо, удачи. Пока.